Йоу, здорова, это Финн. Это болгары, современный южнославянский народ. А это булгары, туркоязычный племенной союз эпохи средневековья. Казалось бы, просто два разных народа с похожими названиями, но нет. Их объединяет гораздо больше, и что именно, мы сегодня и узнаем. Булгары Изначально не было никаких болгар, но были булгары, обитавшие к северу от Черного моря, примерно с 4 века. Говорили они, как и все порядочные кочевники, на одном из тюркских языков, и промышляли тем же, чем и другие степные народы, кочевым хозяйством и грабежом. Когда пришло время гунского завоевания, Булгары успешно слились с огромным массивом союзных племен, став частью гунской армии. После, когда тюрки гнали авар из Великой Степи в Европу, аварский каган Баян, да, его именно так и звали, выссоризировал Куртигуров, западную ветв булгарских племен. А непосредственно тюрки во второй половине 6 века завоевали восточных булгар, Куртигуров. Но вскоре авары ушли в Панонию, то бишь современную Венгрию, а тюрки ослабли из-за внутренних усобиц. Так что у булгар наконец-таки появился шанс заявить о себе. И они заявили, объединившись под Куртигурским ханом Кубратом, создав Великую Булгарию. Но, как это было принято еще со времен Александра Македонского, государство, сформировавшееся под властью сильного и харизматичного правителя, гибнет вместе с ним. Так Великая Булгария была разделена между сыновьями Кубрата после его смерти. Но на этом история далеко не заканчивается. Старший сын Бадбаян остался со своей ордой на прежнем месте, став данником нового мощного кочевого племени Хазар. Кстати, после эти Хазары примут в качестве государственной религии, вы не поверите, илдаизм. Второй сын Котарак отправился на северо-восток, и именно его орда станет той самой Волжской Булгарией, прародиной сегодняшних татар. Это государство просуществует вплоть до нашествия монголов, а после станет тулусом Золотой Орды. Мало кто знает, но после того, как Волжская Булгария освободилась из-под власти Хазар и приняла ислам, в Киев были отосланы послы с предложением князю Владимиру обратиться в мусульманскую веру. И сделано это было за два года до крещения Руси. Так что мало кто знает, как обернулась бы история, если бы булгары были бы более убедительными и предложили бы больше, чем Византия. Третий сын Кубрата, Аспарух, ушел на Дунай, создав там болгарское царство. К этому времени там уже проживали славяне, но опытом создания государств они не обладали. Так что их судьба была очевидной – принять власть булгар. Думаю, вы уже догадались, что болгарское царство – это и есть та самая современная Болгария. Подобно тому, как китайцы постоянно ассимилировали своих захватчиков, также и болгарские славяне приняли в себя булгаров, взяв их самоназвание себе. И вплоть до 1864 года главой болгарского царства был хам, пока Борис не принял для себя и своего народа православие, сделавшись князем. А после его сын Симеон примет для себя титул царя, став тем самым первым царем славянского государства. Четвертый сын Кубрата Кубер пошел в Панонию к Аварам, став их вассалом. Но вскоре захотел сам стать аварским Каганом и поднял мятеж, который провалился. После Кубер повернет свой народ в Македонию, где они растворятся с местным, опять-таки, славянским населением. А пятый сын Альцек, как и Кубер, также решит завоевать трон Аваров и, как брат, не очень в этом преуспеет. После уйдет в Баварию, где добрый король Дагоберт вырежет ночью 9 тысяч булгар, посчитав их большой угрозой. Потом пойдет служить в то самое государство Само и, в конце концов, прибудет в Италию, где, наконец-таки, осядет со своим народом в Беневинто, поклявшись служить своему сюзерену. Вот такая вот история булгар. Удивительно, но государственную самоидентичность современных болгар и казанских татар по факту сделали два кровных брата-кочевника. Конечно, после болгары станут невероятно мощным православным государством, а Волжская Булгария примет ислам, став тем самым северным форпостом мусульманского мира, но об этом как-нибудь в другой раз. Субтитры создавал DimaTorzok